МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По версии следствия, мошенничество произошло в 2010 году в рамках госконтракта Минобороны на перевоз экспонатов музея в новое здание. На это был выделен 1 миллиард рублей. Работы были выполнены частично, но Андрей Лялин подписал акт приема. И, как считают следователи, на основании фиктивных документов. В итоге ущерб федеральному бюджету составил 416 миллионов рублей. На обводном канале начались масштабные работы. С первого взгляда может показаться, что старейший рукотворный канал будет засыпан щебнем. Неужели сбываются планы, которые не раз обсуждались? О превращении обводного в скоростную автомагистраль. Некоторые историки одобряют эту идею. Пусти трансы вот поверху, 4 полосы, с этой стороны 4 стой. Внутреннее пространство осушенного канала можно использовать под складские помещения, под гаражи. Что на самом деле происходит на пересечении набережной Обводного и проспекта Обуховской обороны и каковы планы строителей? Подробнее об этом в следующих выпусках. Сегодня ночью при подъеме на Коломяшский путепровод байкер не справился с управлением и въехал в ограждение. Сам мотоцикл остался на дороге, проскользил по асфальте и получил незначительные повреждения. А человек перелетел через отбойник моста и упал с высоты нескольких метров. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Когда в Петербурге появится общественный транспорт, работающий на газомоторном топливе? Этот вопрос обсуждали участники Петербургского международного газового форума. Он в эти дни проходит в Ленэкспо. Так, например, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что к переходу на газомоторное топливо город на Неве в целом готов. По его словам, в Смольны уже поступили конкретные предложения от производителей автобусов, работающих на метане и пропанбутане. Для Петербурга, как и для другого крупного мегаполюса, конечно же, актуальным является вопрос, как выглядит эта газомоторная техника. В том числе автобусы на газомоторном топливе. Понятно, что это автобусы, которые должны отличать самым современным требованиям по комфорту для пассажиров. Это должны, конечно, быть низкопольные автобусы, в которых должны также быть предусмотрены места для инвалидов. Подобный аналог бензина, по оценкам специалистов, должен существенно улучшить экологию Петербурга. Напомню, ранее ускорить переход на газомоторное топливо в России призвал президент Владимир Путин. Городской штаб благоустройства готовится к купальному сезону. Сегодня на заседании обсудят готовность пляжей Петербурга. По регламенту, который был утвержден в прошлом году, в городе 25 правильно обустроенных пляжей. 4 в Выборгском районе, 2 в Колпинском, 3 в Петроградском, по одному в Красносельском, Кронштадтском, Приморском и Пушкинском районах. 12 в Курортном. Уже расставлены скамейки, раздевалки, туалеты и урны. Налажена уборка мусора и подсыпка свежего песка. Установлены буйки и спасательные вышки. Вот только эксперты Росприроднадзора выяснили, что в регионе только один водоем пригоден для купания. Озеро Безымянное в Красносельском районе. Сегодня в средней гавани Кронштадтского порта пройдет генеральная репетиция военно-морского парада. Он посвящен круглой дате. 310 лет назад Петр I основал Балтийский флот. Моряки будут отрабатывать атаку ракетного катера, подрыв мин и даже танец буксиров. Сегодня же на заводе «Северная верфь» впервые поднимет флаг на корвете Бойки. После всех ходовых испытаний, проверки системы вооружения, он готов к несению слов. Сегодня открывается международная научная конференция «300 лет Александра Невской Лавры». Это одно из главных мероприятий в рамках празднования юбилея. Историки, общественные и церковные деятели из России и ближнего зарубежья обсудят становление лавры архитектуру комплекса, знаменитые некрополи, которые там расположены, ценные архивные материалы. Начнется конференция с докладов о покровителе монастыря Александре Невском. А в конце первого дня для гостей устроят экскурсию по святыням Петербурга. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова